Русалочка доплыла и до Пекина. Знаменитый спектакль, который ставили ведущие балетные труппы мира, исполнили артисты национального балета Китая. Постановщик, классик мировой хореографии Джон Ноймайер. Музыку к балету написала композитор из Челябинска Лера Ауэрбах. Наш корреспондент побывал на премьере. Он затопил сцену, превратил ее в океан, просторы которого бороздят корабли, опустил на дно приму балерину и заставил ее танцевать сложные партии в широких и длинных штанинах. Этот рыбий хвост, с которым русалочка живет половину спектакля, Джон Ноймайер придумал почти 10 лет назад. Тогда состоялась мировая премьера его балета. Русалочка впервые встала на пуанты в год, когда мир отмечал 200-летие Ганса Христиана Андерсена. Господин Ноймайер воплотил на сцене историю, которая отличается от диснеевской русалочки. Она близка к оригинальной версии, где финал совсем не счастливый. Историю русалочки Ноймайер переплел с судьбой самого писателя. Андерсон появляется на сцене в смокинге и с записной книжкой в руках. Я исполняю партию принца. Много раз играл эту роль в других спектаклях. Но здесь персонаж, пожалуй, самый реалистичный. Я думаю, что любой человек, который хоть раз в жизни любил по-настоящему, поймет эту историю про путешествия, про трудности, которые нужно преодолеть на пути к своей любви. Спектакль, который ставили ведущие трупы мира, стал еще одной жемчужиной богатого репертуара национального балета Китая. Труппа, которая сменила несколько поколений танцовщиков, родилась в КНР более полувека назад. Артисты танцуют всю мировую классику, включая «Лебединое озеро». Но в каждый балет они добавляют китайский колорит. Каждый спектакль уникален и не похож на другие. Мы очень любим наш балет, не раздумывая пошли на русалочку. Мой ребенок знает и любит эту сказку. И он впервые видит ее балетную версию. Ему очень интересно. Она любит диснеевскую русалочку, но я хочу показать другую версию этой истории. Надеюсь, она чему-нибудь научит. Красивую сказку с грустным финалом артисты покажут не только Пекину. Балет станет частью гастрольной программы. Возможно, китайская русалочка доплывет и до главной балетной сцены России. Ольга Утмахова, СИСИ-ТВ